Максим, традиционно в нашей передаче гости приходят с подарком. Ты как избранный, а ты как проигравший кандидат, член молодежного парламента. Мы с тобой сегодня пообщаемся, но вот вопрос, с каким подарком ты к нам пришел? Ну, для меня очень... Вчера было 14 число, избрали меня 14 числа. 14 число вообще это в моей жизни очень значимое. Я вот решил подарить вам такую футболку. Казанцев 14. Со своим счастливым числом. Кто знает, может быть в будущем это действительно будет весомое, можно будет перепродавать науку. Если она будет весомой, я обещаю на ней расписаться. Еще и автограф поставил. Процентов 20 мне с перепродажей. Комиссионночка, все договорились. Пойдем писаться. Все, поехали. Вконтакте вводят дизлайки, жители города жалуются на освещенность улиц, а в Сарове прошли выборы в молодежный парламент при Законодательном собрании Нижегородской области. Это «Соседский Wi-Fi». Обсуждаем самые интересные события прошедшей недели. С вами студия Александр Самофал. И Петр Смирнов. Привет, Саша. Привет. Саша, ну дождались, фактически получается. Вводят дизлайки в социальные сети, анонсировала ВКонтакте, да, что будут теперь под каждой записью, под каждым постом, значит, есть лайк и есть дизлайк. То есть такой инструмент оценки того или иного творчества автора. Ну, я думаю, кстати, такая вещь, наверное, необходима, потому что много постов, которые набирают миллионы. Посмотрев этот пост, миллион лайков. Я думаю, там можно и парочку миллионов и дизлайков набрать. Это как то с тем клипом Тимоти Ягуфа, который про Москву, вроде, который набрал миллион дизлайков на ютубе. Да, миллион дизлайков. Рекорд, да, по-моему, они установили вообще по этому параметру. Я не знал вообще, что люди, вообще столько людей смотрят творчество, в принципе, его губы. Мне кажется, там специально, знаешь, как это, заходили, чтобы послать, не посмотреть, а поставить кнопочку палец вниз, да, просто дизлайкнуть. А есть какое-то условие, что нужно просмотреть, например, ну, бывает, знаешь, как вместе, вот, например, там, кто-то, ты кого-то не любишь, ты сразу ставишь дизлайк. Или нужно определенное там количество видео посмотреть. И вообще, вот у меня какое отношение в ютубе, да, к дизлайкам. Дизлайки – это те же лайки, это, по сути, отношение зрителя к твоему контенту. Что-то просто не понравилось. То есть, что-то не понравилось, да, действительно, там, может быть, что-то надо поменять, более позитивно, если ты, там, не ту тему освещаешь, да, или не так, как большинство думает. Но это в любом случае выражение мнения. Ну, вообще, так сам ты как в социальных сетях, что-нибудь публикуешь, мне вот интересно. Я-то понятно, мне… Нет, репосты с места работы только, все, что проходит у нас там-то, там такое-то мероприятие. Так я… Какие-то посты ты имеешь в виду? Ну, да, да. Нет, таким блогером, чтобы я не занимаюсь. Больше скажешь, мне инстаграм-то нет, поэтому для меня вообще открытие, что там дизлайки, вообще что, лайки-то там были? Не, ну, на самом деле я знал, как бы было в свое время, но меня взломали, потом я вроде перестановил, меня повторно взломали. Я думал, что-то я делаю не так, меня кто-то остерегает сверху, чтобы не надо этого делать. Ну, в общем, посмотрим, как оно это будет. Ну, и продолжение темы социальных сетей, горожане очень активно комментируют освещенность наших улиц именно в интернете в вечернее время. Сейчас стало рано темнеть. Логично, что на солнце они не жалуются. На солнце чего жалуются, свято. На самом деле произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с пешеходами, особенно в старой части города. Там на пешеходных и не только на пешеходных переходах сбили несколько людей, слава богу, без серьезных последствий. Но причиной зачастую стало то, что просто водитель не увидел пешехода на дороге. Да, это первое, это отсутствие освещения. Второе, понятно, что у нас пешеходы появляются из ниоткуда, без всякой светоотражающей поверхности, в черной одежде. Это вообще большая проблема. Вот в сумерках, в вечернее время, особенно когда рано темнеет, разглядеть практически невозможно. Водитель, да, а среагировать, вот внезапно, когда ты в свете фар уже увидишь пешехода, зачастую не успевает. Поэтому на самом деле много очень жалоб, конкретно на улице Ленина, уже и фотографии там в вечернее время. В итоге выезжало как выездное заседание, как это говорится, комиссии по безопасности дорожного движения. Оценили на месте обстановку в вечернее время, именно по освещенности. Зафиксировали, что действительно его недостаточно. Сейчас будут принимать, я так понимаю, какие-то меры, потому что светильники либо менять, либо дополнительное освещение организовывать. Потому что уже даже ГИБДД, не то что обратило внимание, а сигнализировало о том, что у нас участились такие случаи. Надо предпринимать срочные меры для улучшения обстановки. Но и мы задали вопрос нашим жителям, горожанам, о том, довольны ли они освещенностью города в вечернее время. Поэтому, Даша, тебе слово. Как вы считаете, в нашем городе есть проблемы с освещением? Да, конечно. У меня во дворе через день свет гаснет. А потом зачем днем гореть свету? Вот сейчас пройти там где-то, горит и все. Проблемы были и есть и будут. Особенно плохо, что праздника не чувствуется, когда все города сверкают. Но видно, что праздник в темноту погрузится. Вот эти звездочки на столбах висят уже с 50-х годов. Хозяина нет в городе, красоту не любят. Нет, наверное, у нас на деметро все нормально, на Музырково тоже нормально. С темно ходим, у нас нет. Да, вот со светом, когда на машинах ездят, там точечные. А уже где потемнее, все, можно в забор въехать только так. С освещением сейчас все хорошо стало, более-менее. А была когда-то, да, проблема? Было, особенно вот на кольце, вот там внизу. Было раньше темно очень. А сейчас хорошо, мне даже стало. Потому что я автолюбитель, так что ярый. Мне нравится сейчас. Я был в Держинске, там как бы хуже. Здесь вообще прекрасно, все отлично. Мне кажется, маловато освещение. Ну, я автолюбитель. И как бы, вот, особенно вот сейчас, после работы был, ну вот, едешь, маловато. Как бы нет, только на работе. Я работаю на водоканале, у нас есть такая спецодежда, всего, больше никаких. У меня маленькая дочка, и я ей на рукава наклеил смайлики. В этом нет смысла. У нас по вечерам, на самом деле, очень слабое движение в городе. И поэтому, ну, как бы жил в крупном городе, есть с чем сравнивать. Там иногда это актуально, а здесь, по-моему, можно и так. Только у детишек наклеены на рукава. Ну что, давай к нашим политическим новостям. За прошедшую неделю случилось несколько событий, интересно, в политическом плане, в первую. В очередь, событий. Одно из них, это конференция партии «Единая Россия» в Нижегородской области. Второе, это сессия стратегического планирования, посвященная меморандуму. Если ты знаешь, что это такое. Вау, какие сложные слова. Вкратце, мне по-самому сказал, вот первая новость, это... Первая новость, это чисто протокольно. В партии «Единая Россия» в Нижегородской области поменялся как-то руководитель или как у них там, координатор ли, я не знаю, как у них он называется правильно. В общем, им стал действующий губернатор Глеб Никитин. То есть, Денис Москвин, депутат государственного дома, сложился о полномочии руководителя партии в регионе. Значит, им съездом конференции выбран губернатор действующий. Да, но интересный момент. В полицсовет региональный, то есть, это как бы под руководителем партии, есть некий орган руководящий партийный, избраны аж целых два представителя от Сарова к уже еще одному существу. Итого у нас три представителя теперь в полицсовете. Это Сергей Жижин, это Марина Емельцева, депутат законодательного собрания и глава администрации Алексей Голубев. Вот, то есть, вот для меня это стало... То есть, теперь целая команда, не один человек? Да, не один человек, теперь их там трое. Ну и губернатор в своей речи, напутственной к однопартийцам, сказал, что ответственность за реализацию национальных проектов он возлагает на муниципалитеты. А так как муниципалитеты это отдельный орган власти в Российской Федерации, то и он вроде как напрямую влиять на них не может, но почувствуйте, что за вами, как говорится, ответственность за реализацию непосредственно. У нас, как ты знаешь, это чистая Волга, это реконструкция очистных, это формирование комфортной городской среды, это вот то, что у нас сейчас в парке происходит и на лыжной базе. Поэтому тут работы очень много, и вот я думаю, поэтому как раз такое внимание к Сарову на уровне политсовета. Ну и второе событие, это сессия стратегического планирования, она была посвящена, я в ней участвовал, так же, как некоторые твои коллеги участвовали. Вот Тимофей Соловьев, твой коллега-сотрудник с РФТИ, мы с ним были в одной даже рабочей группе. Вообще она была посвящена документу под названием «Меморандум». Есть такой документ, он трехсторонний, подписан директором РФТИ, Валентином Ефимовичем Костюковым, главой администрации и главой города. В этом документе он некий такой, знаешь, как, будем говорить, декларативный характер носит, да, но устанавливает как некие цели и приоритеты в развитии города и городского пространства и качества жизни, да, в непосредственном городе. И сейчас, так как он был действующим меморандумом до 2020 года, сейчас начинается работа над следующей версией, да, то есть то, что будет уже, условно говоря, к следующим выборам, следующей думой или следующей администрацией после 2020 года, то, что ляжет в основу некого направления развития города. Поэтому вот было особо... Включается вторая версия, да? Третья уже. А, третий. Это уже третий. Сейчас действующий, это уже второй, да? Да, название было мероприятие, как раз так и назову. В принципе, оно созвучно, как раз третье, я сейчас тебе скажу, меморандум, перезагрузка 3.0. А, ну да. То есть, в общем, поэтому вот оно, третья версия, там и отображается. Можно разно, это как матрица, да, матрица, перезагрузка, матрица. Вот работая в группах, у нас там было 50 человек, это я так с организатором пообщался, говорю, это некий фокус-группа. То есть, собрали 50 человек, которые более-менее в теме городской жизни, городской проблемы, ситуации, разбили их на группы и дали каждому, ну, не каждому, а вот каждой группе, пофантазировать на тему того, куда дальше двигаться. Куда дальше двигаться. И каждый представил свое видение, видение того, что можно включить в этот меморандум, да. Но главный вопрос, туда надо не просто какие-то тезисы записать, да, это что-то должно быть существенное, что без меморандума сделать, ну, как бы невозможно, без совместных действий. Да, потому что многие вещи, ну, будем говорить честно, записаны в меморандум, они бы и без того были бы сделаны. А, все, понятно. То есть, вот будь меморандум, не будь, все равно бы делалось, да. Да, так или иначе. А вот взглянуть по-другому, да, предложить какие-то идеи совместной работы, которые нужно продвигать, но без вот меморандума, допустим, этого невозможно сделать, да, где мы фиксируем на бумаге, что мы действуем вот в рамках направлений. Поработали в группах, предложили свои идеи, и организаторы все это сейчас собрали как некую вот, ну, базис, да. Дальше выберут по идее нужное, проведут еще несколько итераций в таком формате и уже будут насыщать конкретными действиями. Ну, пример какой-нибудь идеи вообще. Ну, смотри, да, я тебе по своей группе, да, так как я делал доклад в итоге от нашей группы, я тебе скажу, у нас было пять всего предложений. Был ты сам или это как? Нет, меня группа выдвинулась. Ну, и так нестандартно, я скажу, подошли к этому вопросу. Не стали там углубляться в какую-то там, типа, транспортную инфраструктуру, здравоохранение и так далее. Мы лишь взглянули на то, на что можно было бы исправить, сильно исправить. Первый – это закон АЗАТО. Он совершенно устарел. Он уже, я понимаю, он там уже каких-то очень таких… Ему 25 лет. Уже в прошлом году, 25 лет ему исполнилось этому закону. В нем очень много внесено изменений. И не с точки зрения того, что меняют формулировки, а внесено изменений с точки зрения того, что много исключили из этого закона. То есть многие-многие-многие пункты исключены. Например, шестая глава вообще пустая осталась. Там из десяти пунктов то один остался. Ну, закон все происходило или просто… Нет, это, конечно, федеральный закон, принимаемый решением государственной думы принимать. А, печатай. Я забыл, что там было. Ну, слушай, государственная дума принимала изменения. И в том числе вот там часть пунктов… А, и закон АЗАТО, да? Да, да, да. Многие пункты устарели, они исключались. И сейчас вопрос в том, что нужно вдохнуть в него новую жизнь. Ну, с современными реалиями, да. Второй пункт – то, что мы говорим о близлежащих районах. То есть развитие города, северные территории, говорим, присоединение технопарка. Это очень тяжелый с точки зрения процесса продвижения. Присоединение территории – это надо решение Дивеевского района, решение Сарова, решение на уровне области. А изменение границ АЗАТО – это вообще постановление президента или правительства. То есть на федеральном уровне решение принимается. Поэтому мы говорим, а давайте пока… Мы идем в этом направлении, но давайте пока говорить о том, что районы, расположенные вокруг Сарова, мы с ними должны объединиться в некую ассоциацию. То есть как агломерацию создать в Саровске. Все равно они наши соседи, да, и их люди ездят к нам работать. Многие ездят, наоборот, отдыхать к ним. Ну, в смысле, у кого-то дача, у кого-то там участки, да, там приусадебные и так далее. Мы говорим о том, что градостроительное развитие районов должно учитывать в том числе интересы Сарова. То есть их районная планировка может и без присоединения учитывать наши интересы в развитии территории, близлежащей нашей соседей. Это и Темниковского района в том числе касается. В чем, кстати, у Темников здесь впереди, я тебе больше скажу. Они уже внесли предложение о некоем соглашении о сотрудничестве между администрацией Темниковского района и администрацией Сарова. То есть они движутся намного быстрее, чем все остальные. Ну и там пару таких, я помню, несущественных пунктов. Она и на то стратегическая сессия, чтобы понять векторы, выбрать векторы направления движения. Поэтому в ней участие, конечно, это полезно. Получается, там несколько групп выслушали идеи. Эти идеи они будут сейчас обрабатывать. Обсудили, позадавали вопросы. Кто-то кого-то покритиковал. Да, рабочая группа есть, которая соберет. Не без этого критика. Как же не покритиковать друг друга. Но тут, знаешь, это не от того, что я хочу тебя поблагодарить. Ну наоборот, куда-то направь, что вы здесь не додумали, да? Вот подумайте, например. Например, одна из групп заявила о том, что нам надо наоборот работать над тем, чтобы молодежь оставлять в городе. То есть некую программу. Ну вот я в «Березке», я увидел это, что их тяжело будет. Да, я все вспоминаю этот форум. Эти наручники открываются. Нет, просто я видел отношения молодых людей к вопросу, как остаться. Остаться в городе, и есть ли у них желание. Ну, его мало, да? На 90% мы никого здесь не задержим. Да, поэтому вот декларация о том, что давайте мы какую-нибудь программу разработаем, она не все равно не будет работать. Даже если ты просто за декларацию программы, как нам детей здесь оставлять, она не сработает. И еще одно событие в политическом жизни, будем говорить так, да? Это новая кровь. Да, и 14 ноября состоялись выборы в Молодежном парламенте, Принсконодательном собрании Нижегородской области. А начну я со своей любимой рубрики, российские чиновники открывают вещи. Как сообщает канал Лентач, в татарстанском селе Ялантово торжественно открыли новый мост через реку Шешма. Этого события местные жители ждали ни много ни мало 20 лет. Правда, есть одно но. Мост пластиковый и на зиму его уберут, чтобы образовавшийся на реке лед не раздавил хрупкую конструкцию. Московский школьник потратил 2,5 миллиона рублей на раскрутку своего телеграм-канала. Откуда у подростка такие деньги? Взял из сейфа родителей. Как сообщает канал Мэш, в августе парень познакомился с неким Павлом Овецким. Тот предложил ребенку создать личный канал и богатеть на рекламе. Но сперва, естественно, вложиться в раскрутку. Судя по тому, что о новом канале мы ничего не знаем, деньги были потрачены. Как-то не так. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Туркменистане комбайнерам, выполнившим план по сбору хлопка, подарили новые телевизоры. Но вот опять есть одно но. Не совсем подарили. Работников заставили купить и принести эти телевизоры на праздник урожая, чтобы потом технику торжественно вручили им же от имени президента. А тем, у кого не было возможности купить новый телевизор, разрешили принести старый в красивой упаковке. Классическое и так сойдет в действии. На канале Лентач появились фотографии разваливающегося дома на Урале, которые заклеили скотчем. Ну и подпорки поставили, чтобы аварийным не признавать. Ну а к нам в студии присоединился Максим Казанцев, как правильно, член молодежного парламента Нижегородской области, теперь избранный, по сути, член молодежного парламента. Поздравляем. Спасибо. Поздравляем, Максим. Ну и традиционно пароль в Wi-Fi. Да, нужно взять телефон, подключиться к нашей сети Wi-Fi, чтобы мы могли продолжить наше, так сказать, общение. Подключаемся, подключаемся. Подключаемся, да. И пароль достаточно простой. Это аббревиатура, четыре буквы. П, Э, М, Н. Ну-ка объясни. Парламент — это не только напиток. Максим, я как депутат не буду тебя спрашивать каких-то обещаний, потому что, ну, вроде парламент — это как некое депутатское объединение. Знаешь, как сейчас наобещаешь, потом, значит, спрашивать будут. Выкручивайся. Да, я как бы... Опытом делится. Да, я делю все об этом. Я хочу тебя спросить насчет ожиданий. То есть, вот, что ты, с какими, да, там, идеями или с какими ожиданиями ты избирался, да, и был избран фактически вот молодежный парламент. Ну, давайте я начну с того, что это все-таки ступень именно в этом направлении, или как лифт, можно сказать, в политическом направлении, который двигает тебя вверх. Это, безусловно, достаточно сильный, серьезный опыт, задел на будущее. Вот, именно за этим я иду туда для себя. Для города и для молодежи нашего города, во-первых, я считаю, что в человеке самое главное — это искренность. Искренность своих действий. То есть, когда ты абсолютно честный, абсолютно искренне идешь к чему-то или с чем-то, ты в любом случае обречен на успех. Я абсолютно искренне иду туда для того, чтобы нашей молодежи, ну, хоть чуточку, если у меня есть такая возможность и будет такая возможность, ну, как-то улучшить жизнь. И я знаю, что у города есть очень много проектов, есть очень много идей, есть у меня лично много идей, которые мы посредством этого парламента будем просто продвигать. То есть, вот, с помощью этих проектов я и хочу, я ожидаю то, что эти проекты удастся воплотить в жизнь, и что это можно будет потрогать, ощутить, и что действительно наше молодое поколение увидит разницу между тем, что было до этого и то, что будет после. Я так понимаю, если это были выборы, то, значит, была какая-то программа, что-то, как вообще они происходили. Александр, ты там был? Да. А ты не был ли кандидатом тоже? Да, был. А, так вы еще и конкуренты тут на одном диване собрались. Конкуренты были, но Максим, честно, в борьбе как бы выиграл с отрывом 10, да, если не ошибаюсь, по-моему, голосов. Да, у нас очень, у нас с Саней прям очень-очень-очень рядышком все было, все было 120 человек, которые были заявлены кандидатами, ой, делегатами, делегатами, да, у нас всего разница в 10 голосов, то есть это очень-очень близко. Я бы не сказал, что Саня проиграл. Не, у нас достаточно, да, программа была, да, сильная и как бы с лозунгами, да, какая-то подобная программа, то есть не чтение с листочкой, действительно, это все было сказано там от души и от сердца, да, то, что как он видит свое пребывание в парламенте, я тоже это услышал, было достаточно круто, и я полностью поддерживаю, что... Ну, Максим, расскажи тогда, какие, так сказать, предложения, может быть, какая-то конкретика, или сейчас пока рано раскрывать карты? Ну, какие-то закрытые, так сказать, вещи нашей команды, естественно, я говорить не буду, но в целом, что я хотел сказать, действительно, на молодежи, ну, это же всегда так было, то, что основные все какие-то изменения в стране, ведущие в лучшую сторону, они всегда лежали за молодым поколением, и сейчас и президент Российской Федерации, и правительство, ну, и вообще, в целом, давать молодежи больше воли. Руководство Российской Федерации, можно так сказать, да, вся политическая элита, она дает шанс молодежи выставить себя на... Ну, то есть, хотя бы на арену для того, чтобы высказаться. Мы должны говорить то, чего мы хотим. Мы должны подталкивать те руководящие силы, которые принимают судьбоносные решения, на те или иные шаги. Даже если мы не напрямую будем принимать эти решения, мы в любом случае должны подсказывать то, как мы хотим жить. Потому что это все в любом случае отразится на то, как будут жить наши дети. Начинать нужно уже сейчас, потому что человек, который находился до меня в парламенте Нижегородском, это замечательный человек, я думаю, все его знают. Но, к сожалению, он не привозил сюда никакой опыт. То есть, они среди своих, как говорится, чего-то там наверняка делали, и молодцы, то, что продвигали там интересы, и там кому-то сделать хорошо, это замечательно. Но на фоне города вот мы ничего не увидели. Ну, как я не раз говорил, да, что существует проблема, что многие молодежи, это как, и выступление, это как, что это диваны аналитики. То есть, они, по сути, сидят, говорят, все плохо, все не нравится, но не выходят, не говорят об этом никому, потому что люди не знают, что вам не нравится. И вот я надеюсь, Максим, как бы, тоже своим молодым задором, как бы, подстегнет этих людей, которые выходите, говорите, общайтесь, скажите, что вас не устраивает, что вы хотите изменить, какую комфортную среду для своей реализации, там, каких-то своего потенциала вы хотите. Вот, кстати, вопрос к тому, как молодежь выдвигала, да, и вообще какой контакт. Я напомню, если есть какая-то команда, значит, ну, вообще, как выдвижение происходило? Кто выдвинул-то? Ну, вообще, я нахожусь в Совете молодежи при главе города, вот, и оттуда, в принципе, было, ну, предложение, что ли, такое, что действительно скоро будут выборы. Не предложение выдвигаться, а у всего Совета спросили, кто не хочет выдвигаться. Все подняли руки, кроме меня, и еще одна девушка, которая вчера тоже была третьим кандидатом, вот, ну, соответственно, там должны быть определенные критерии для выдвижения. Мы втроем все эти критерии прошли благополучно. Вообще, кстати, какие критерии-то, ну, так сказать, чтобы... До 30 лет это самый страшный критерий, потому что в следующем году мне 30. Ничего в этом страшного нет. Все, сейчас, может, в законодательном собрании, да, через молодежный параллайн попросить увеличить срок. Кстати, вчера, вчера Александр сказал очень хорошую вещь, она мне очень сильно понравилась, с трибуны он сказал, что, вот, смотрите, пенсионный возраст подняли, ну, это логично, да? А молодежь, как была 30 лет, так и осталась. Почему так происходит? Молодежь тоже должна быть... Давайте до 40, молодежь, давайте, говорит, сначала до 35, потом, говорит, нет, давайте до 40. Пока, мы же, говорит, Сыров в душе все свои молодые, и все. После этого, да, вот, взорвал зал, ну, Саня делать это умеет, инновации зал пробивать тоже. Например, вот, если я не ошибаюсь, то молодые семьи, это считается возрастом до 35 лет. Да, 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 ну, у нас все программы, вот, вот, вот эту планку 35, раньше, кстати, в Росатом был 33, потом, вот, все-таки, где-то подровняли до 35, не знаю, не знаю, во всех программах, причем в жилищных, во всяких социальных программах, везде было там 33. А в депутат построчем пойти потом? Да, у нас там в следующем сентябре выбор. Уважаемый Китая Корнеев, что бы хотел вам сказать? Извините, но молодое поколение подрастает, и, наверное, к счастью, то, что у нас появилась возможность с вами конкурировать именно в депутатской сфере, поэтому ждем выборов. Есть еще один проект, федеральный проект, я о нем вчера говорил, я в нем тоже участвовал, «100 городских лидеров» называется. Кстати, с Антоном Мульяновым, он тоже был у нас здесь в передаче, мы с ним обсуждали. Да, 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 мы с ним в одной команде, с ним, с Евгением Красногорским, мы ездили уже в Москву, то есть это был финал, там собирались все команды, мы попали в пятерку лучших проектов. В этом приложении есть некоторые уникальные платформы, которых нет в других приложениях в принципе, то есть о них, ну вот, Никита, это, я считаю, человек с огромным опытом и главой, Евгений и Никита, да, это одни из авторов этого проекта, они привнесли в приложение то, чего не может увидеть человек с телефона. Ну, молодцы, ребята, работают в нужном направлении, вот в таких направлениях и нам, молодым людям, нужно думать. Прекрасно, Александр, я знаю, ты готовишь всегда испытания для нашего гостя, не всегда, но выходит так порой. Да, выходит, я думаю, нам надо, так сказать, депутата молодежного парламента, можно назвать депутатом? Я бы сказал, член молодежного парламента. Короче, нам надо нашего члена молодежного парламента испытать, как он готов. К именно выбору, но на самом деле я тут больше вчера присутствовал, да, на выборах, и один у тебя был из предложений проектов, это как окружной футбол, да, это между дворами какие-либо, ну, между округами, именно при участии депутатов. Вот, на заметочку, футболом интересуешься, почему именно футболом интересуешься, понимаешь, кто такие известные, да, такие культовые футболисты, как Федор Смолов, да, ты знаешь, да, ну, и Златан Ибрагимович, знаешь, такого, вот, и я сейчас подобрал список фраз, которые нужно понять, кто это сказал, Смолов или Ибрагимович, ты готов? Ну, конечно, давай. Первый вопрос, ну, первое, цитата, у Фабио Капелло есть два мнения, свое и неправильное, так что найти общий язык с ним трудно, кто это мог сказать? Ну, Ибрагимович? Нет, неправильно это сказал Федор Смолов, Капелло был тренером сборной России, точно, точно, Капелло, ну, Капелло считает вообще ошибкой то, что его поставили в тот момент, ладно. С кем бы я себя мог сравнить с Мухаммедом Али, когда он говорил, что соперник ляжет в четвертом раунде, он делал это. Ну, это однозначно должен был быть Ибрагимович, я думал, ты придумываешь свои какие-то цитаты, а это их цитаты, тогда это Ибрагимович, да. Дальше, чемпионат мира выиграет сборной России, почему? Потому что я здесь, я здесь, чтобы Россия победила. Ибрагимович был в сборной России? Я не знал, точно Ибрагимович. Ну, значит, Смолов? Смолов или Ибрагимович? Ну, Смолов. Нет, сказал Ибрагимович, он приехал на один из матчей и решил, что я для этого и здесь, чтобы Россия победила. Серьезно? Да, ну, естественно, это была фраза, но самое интересное, в этой фразе не говорит сборной России, почему? Да, то есть, он мог вообще приехать, поболеть за сборную России по хоккею. Идем дальше. Про татуировки отец когда-то сказал мне, твоя шкура, делай с собой, что хочешь. Смолов. Действительно. Ну, шкура же, Ибрагимович, это же не шкура. У него кожа, да? В моей голове всегда слава Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовал. Я не считаю, что Смолов может такие длинные предложения выговаривать, поэтому, наверное, Ибрагимович. Тем не менее, он это с контр-ц, контр-в, он это сделал и зачел. На самом деле, я очень уважительно отношусь к Смолову, и в чемпионат мира, когда он один в конце просидел, мне было его достаточно даже жалко. Я был за то, чтобы его выпустили на поле. В тот момент, когда, к сожалению, скачаешься. И следующая фраза. Для меня одна из плохих примет – есть перебоем соленые огурцы и запивать их молоком. Мой папа так говорит. Ну, кто? Ну, пусть будет Ибрагимович. Правильный ответ – Виталий Кличко. Серьезно? Да, действительно. Слушай, ты это подстал. Есть огурцы, запивать молоком, да? Да, это плохая примет. Причем он сказал, что это плохая примета. Не то, что я этого не делаю, но плохая примета. Друзья, это был соседский Wi-Fi. С нами в студии был Максим Казанцев, член Молодежного парламента Нижегородской области. Увидимся через неделю. Это был Петр Смирнов и Александр Самофал. До новых встреч. До встречи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова